В 1905 году после оглашения высочайшего манифеста о даровании гражданских свобод по всей России прокатилась волна еврейских погромов. В Одессе при молчаливом поощрении полиции были убиты более трехсот человек. Около тысячи одесситов лишились своего имущества. Бублики, горячие бублики! Ты что сделал, подряд? Собостите! Шалон! Ваше благородие, да бросьте вы этого дурака! Идите до сюда, зараз все исправим! Давайте! Очись быстро! Один момент! Такие сапоги перемазали! Мама родная! У меня вакс-то! Германская фирма Лавалет! Не вакс, а масло просто! Хоть на хлеб машет! Чисть! Чисть! Ой! Ваше благородие! Что с тобой? Живот! Живот прихватил немало! Ты куда? Иди сюда! Ну, жди, ваше благородие! А помнишь погром на дальнице? Дракон чертов! А-а-а! 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 Или это я не знаю, какая бывает жизнь? Нас родила мама, так же, как и вас! И эта женщина, наша мама, хотела, чтоб мы жили, а не мучились! Она хотела, чтоб мы жили хорошо! И она была права! Как может быть права только наша мама! А вы говорите, я не знаю, какая бывает жизнь! Мама, можно прогуляться, да, моя голубка! С милым парнем повстречаться, да, моя голубка! Мама, как и я, он целует, говорит, что любит жизнь! Мама, что ему скажу я, да, моя голубка! С милым парнем повстречаться, да, моя голубка! С милым парнем повстречаться, да, моя голубка! С милым парнем повстречаться, да, моя голубка! Мама, как и я, он целует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Знаете, я исполняю куплеты Целовал без всякой злости эти кожи, эти кости Ну, про любовь к этой женщине Ну, конечно Лейзер в избранном Ну, не, я не слыхал Ну, я выступаю под псевдонимом Леонид Утесов Звучит, да? Леонид Утесов Да не, господин артист Мы возвращаемся с закрытого пансиона Для особо одаренных мальчиков Так что за вашу музыку мы не слыхали Скажите, товарищи, а какие сейчас настроения в массах в Одессе? Ну, шо вы, ну, какие там настроения в массах? Ну, полный бардак Ну, честное слово Я, знаете, так скажу Власть у Центральной Рады Большевики заше с Россией мы борзели Сами по себе Сами по себе А, если каждому давать, поломается кровать Изя, а ты у Лёвки попросишь Или ему тетка курить не разрешает Ай, ну, пошел ты, Панч Циля, Циля, смотри, какой щеночек Дай мне подержать Пап, пап, давай курить Какая сорочка Лёва, Лёва, где вы тут живете? Лёва, вы идиот майский За мной нельзя так обходиться Лёва, я открыла вам сердце Кушу и кошелек А он взял мои 25 рублей И теперь завел моду прятаться от меня Лёва, Лёва Ну, ничего, я вам еще устрою Вырванные годы Шо? Какие такие вырванные годы? Шо? Да шо это такое, где ваши вырванные годы? Она покажет мне вырванные годы Я приличный человек, как она может так говорить Соломон Яковлевич, ну скажите за меня Вы хороший мальчик, Лёва Вот, а если кто думает, что мне нужно их 25 рублей, так пусть подавятся Соломон Яковлевич, мальчик вырос Мальчику хочется на травку Мишка, Мишка Шикарный пупс Ой, что с возвращением Болбаси, кто приехал? Тёре Аля Боже За школу, ты видишь, кто приехал? За школу Боже Тетя Добра Блять Дядь Це ты Це я Тетя Добра Тетя Добра Тетя Добра Мэри Мерсен Вот Маша А ну, сын, иди сюда Ммм, это как будто больше столба Мощины! Я! Мощины! Это кто такой? Это же Берчик? Ты смотри, варшинка, да? Ну, орошины показывайся, а? Ну, как у вас тут дела? Ну, чтоб варчик работает у старого Равиковича щитоводом. Майорчик в порту грузит. В одной артели с дядей Саней. Чу, горячий? Ну, а ты байбачишь? Помаленьку. И шо? Я буду писателем. Как лев-то стой, только лев майский. Все ты говоришь? Да, я уже в этот, в журнал пишу, в два. У меня есть Одесский Листок и Моряк. Ну, еще платят. Ну, платят, конечно. Не хватает. Тетка ж померла два года назад. Вот я один и остался, кручешь. Ну шо? Ну, шо? Да-да. По мелочи. А ты шо? А? Оп. О-о-о-о-о. Ты как? Ты как? Ты как? Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! А я так думаю, майорчик, что нет у меня другого варианта, кроме как банки собираться. Одесса за меня узнает. Да и денег у меня будет столько, сколько захочет. Сколько захочет? Даже больше, Яша! Работать будем только по буржуи. И никакой мокрухи. Это закон. И будет шикарный вид. Фиша, ну вот кто тебе наобещал, что у тебя такой фарт выпадет? Яша, это я себе наобещал. Каштан. Каштан. Стой, 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 стой! Так положь. Мам, а то не я, то берчик хочет. Берчик? Бер! Берл, ты шо ёлт? Где евреи, где цело? Там уже маленький шматочек хлопчику, а? Шурик, наливать! Это посреди этого хлопчика, он же тот хлопчик. Давай. Я полтора веса тратил на этого хлопчика. Мама. Шо мама, шо мама! А, это меня выгнали из Хедера? Или это меня? Исаак Кунинсон устроил в матрасную мастерскую, чтоб он был здоров. Мама! Фира, сядь уже. Сейчас будем кушать. Имейте в виду, шо у меня в доме растет другой бандит. Фира, не ломайтесь, как мацан на Пасху. Села и кушаем. Фира, кушай. Дубов, нам с тобой в старости некому будет притулиться, Дубов. Нас с тобой ждет горький хлеб. Чего это, Мишка, не бандит? Он политический. А вот это мы с тобой посмотрим. Посмотрим. Когда, слышишь, он не будет балбеса. Так я, может быть, и передохну. А когда его тянет в бандита, так он лучше бы и не возвратался. Дыхаем. Дыхаем. Ну шо, как? Годится? Не годится. Что, хороший костюм? Ага. Только слегка затруханный. Яш, ну я надо что-то, я не знаю, получше там, чтоб фасон держать. Вот это, например. Миш, как тебе? Да ну. Во, шикарный вид. Миша, это же фраг. И шо? И шо, шо, в нем не ходят. А шо с ним делают? Миша, его одевают там, ну в театр там или на похороны. Э, они выдумывали. Яш, а где Миша? Ему что, ничего не пришлось? Папа, да вот же ж. Что ты выдумаешь, Яша? Это ж передо мной стоит настоящий лорд Чимберлен. А Миша, вы извините за откровенность, больше смахивал на босика? Папа, то Мойша. Вот что может сделать человеком приличный недорогой костюм. Если его, конечно, пошил хороший мастер. Торговля делает с нас артистов. Из меня бы вышел неплохой комик. Скажете, нет? Или. Такому интересному молодому человеку нельзя ходить в чемпапа. Девушка пела в церковном хоре О всех усталых в чужом краю О всех кораблях, ушедших в море О всех забывших радость свою Так пел ее голос, летящий в купол И луч сиял на белом плече И каждый из мрака смотрел и слушал Как белое платье пело в луче И всем казалось, что радость будет Что в тихой заводе все корабли Что на чужбине усталые люди Светлую жизнь себе обрели И голос был сладок И луч был тонок И только высоко У царских врат Причастный тайнам Плакал Ребенок О том, что никто Не придет Назад Браво господа Давай, давай Господа поэты, я извиняюсь Зоя, это тебе Спасибо Можно тебя поцеловать? Можно я поцелую Зою? Вам понравилось, Миша? Да, еще бы куплет, я бы заплакал Что ты свои не почитала, Зоя? Настроения нет, Лев Потом, кому нужны мои стихи, когда есть стихи Блока? Что здесь такого? Блок это вообще уже никому не интересно, знаешь? Вот и я говорю, Блок живой труп Маковский, футурист Лев Майский, репортер Очень приятно, не желайте с нами водочки Нет, извините, я с другом Миша Я, да, я Оп! Слушай, это аверманы? Да Какая она стала? Кто? Ну, та, которая постарше Циля А как ты думаешь, Лева, если подойти? Да ну, Миша, вы же не знакомы Ну и шо познакомимся? Слушай, ну это неприлично, а? О, много ты понимаешь Миша Циля Я Мое почтение Голубчик, распорядитесь насчет Зельтовской Ну, поживей, голубчик, поживей Что вы как не живы? Зараз обопьете Извините Миша Что это было? Кушайте, пап Все хорошо Миша Шо ты таки на? На, говорю Отстаньте, а! Себе забери Они меня в этом лапсердаке за человека поднимут Ну, шо, Миша, ну спутали, ну шо, я ж тебе говорил, что не надо Ты в обстердаке действительно похож на офицера Миша, я про… Риба, Риба Да не бери ты в голову, Миша Главное, было без чего На мой вкус там вообще фигура не очень Лева, я плевать на твой вкус Я к тому, что она худая Ну, все, все, ладно Да ты не понимаешь Я же только из-за нее и вернулся Мне без нее одесса, она ни к чему Да не вырезайся ничего, поверь ты моему опыту Будем посмотреть Да это дешевле умереть, Миша Они же с тобой даже говорить не будут А с королем они будут говорить? С королем, может, и будут Ну, ладно Так я буду король Пошли уже, король Ребята ждать будут Миша Ну и что вы скажете за это дело? Миша, я с тобой Я? Ты что молчишь? Миша, ну ты же понимаешь У меня есть что впереди Но ты мне предлагаешь такие вещи Ну, как знаешь Только после не просить После совсем другой разговор будет Крутится, вертится, хочет упасть Оружие достать сможешь? Я могу Ты! Крутится, вертится, хочет упасть Вон тот шофариках, пиндос Второй Марик, наш пацанчик с молдаванки В общем все свои Патроны есть? Патроны есть? Он сейчас такой стал Я… Зоя, а скажи-то… Да, он такой… Какой? Сильный, такой яркий такой. Ну да, яркий. А чем он собирается заняться? Не говорю? Да так еще не решил. А я слыхал, шо решил. Да? И шо? Шорох пошел, он банду собирает. Да ну, Ося, какая банда? Где Миша, где банда? Ну, так шо? Правда? Ось, вот ты в своей уголовке уже на всех думаешь. Ничего подобного. Лева, только я тебя прошу, не вяжись с ним. Он сам по себе, а тебе я… Ося, вот шо ты пристал, а? Зоя, скажи ему, пожалуйста. Ну, Ося. Ноги вырву, спички вставлю. Понял? Зоя, сколько я тебе раз говорил? Ося, ну, женщины сейчас курят. Вот пусть те женщины и курят. Ось, ну ты прям как бабушка Рая. Прости. Ага. Порядь, порядь, порядь. Господин Павлович, почему вы все время играете по-маленькому? А с какой радостью мне играть по-крупному? Ой, только не надо приведняться. У вас с какой радостью. Когда вам людям месчего жрать, они идут к вам в ломбард и несут, что попало. Я вас умоляю, Сержан Мурцкий. То, что мне сейчас несут, стыдно показать серьезному человеку. Я уже забыл, как выглядит золотой портсигар с монограммой. Вам легко говорить, когда такое урожай пшеницы и у вас зерна на миллион. И что с того? Когда в рентине настолько хороший урожай, насколько у нас плохой, извините, я в прогаре. Господа, что вы делаете? Господа и дамы, я имею приветствовать всех от имени лица революционного черноморского флора. Мне кто-нибудь скажет, это налет? Прошу немного помолчать. Иначе мне придется сделать что-то такое, за что потом всем будет неудобно. Это не налет. Может быть, это похоже на налет, но это совсем другое дело. Так что, я предлагаю добровольно пожертвовать на нужды трудящихся и революции. Сейчас товарищи пройдутся и соберут то, чем багаж. Господа, что вы молчите? Только чтобы не было никакого беспорядка, я вас умоляю, сохранять спокойствие и революционную сознательность. Коечко мне налью. Коечко мне налью. Коечко мне. Печатку сымайте. Она не сымается. Пиндос, тут у человека печатиков не сымается. Помоги ему. Не надо, не надо. Помогать я сам. Яша, они давно стали матросами. Ваш папа знает, чем вы тут занимаетесь? Зачем ему знать за такие глупости? Отдавайте ваш бумажник. Ради бога, не говорите папе. А то, что он переживать будет. Молодой человек, прошу не волноваться. У меня до вас очень серьезный разговор. Я с удовольствием, но в другой раз. Нам с товарищами надо скоро ехать. Это очень серьезный разговор. В пятницу, если, конечно, вы свободны. Со стороны городского сада Преображенское. Будет очень серьезный разговор. Прошу вас. Благодарю за внимание, господа и дамы. Сохраняйте революционную сознательность и не рыпайтесь минут десять. Адьем. Здравствуйте, тетя Рома. Здрасте. Вставай. Вставай. Ося, это уже утро. Ты работал в казино. Что? Вот только не надо мне беременеть голым. Пальчика узнали. А тебе, говорю. Дело дали мне, так что одевайся. Шутишь? Одевайся. Ну, а если нет, шо? Ты драконов своих покличешь? Я сыскарь, японец. Это ты понимаешь? Ты не дурак. Тебе нужно пропасть на время. Есть где-то сидеться-то. Найдется. Знаешь, чего я не хочу? Шо, чтоб когда-нибудь мне пришлось в тебя стрелять. Сильно не хочу. Ты в чем же делай? А в том, что если придется стрелять, я буду стрелять. Шо, чтоб ты знал. Шо, чтоб ты знал. Буду знать. И что приходить? Ребенок не спал всю ночь. Что приходить? Убивай. Мощь. А за казина ты, киправду, говорят. Да какое казино? Только не делай мне ни волны. Все знают, что ты имел казино Что ты такое говоришь-то, а? Кто такие глупости болтает? А ты мне платье купишь? Какое платье? Я видела в магазине Шнэвис одно платье. Там такое платье, ну, это невозможно! Послушай, посмотри. Сиреневое все. Все? Туда цветочки. Тут арюшики. А тут кружево. Ну, что с Парижа? Ну, купишь? Отстань уже! Мэри, иди до мамы Я посюда мою Я сказал, иди до мамы, а то кнута получишь Мама, вы слышите, что он говорит? Я тебе так скажу. Если ты решил стать басутой То мне по сотой не надо. Тогда лучше съезжай с квартиры. Вот так вот, зараз съезжай Нам такого не требуется Папаша, я не понимаю, о чем вы говорите. Мне непонятно, с чего вообще такие разговоры Когда ты хочешь опять завалиться на нары, твое дело Ну, в моем доме я бандюга не потерплю. Так что или гей век и зайн гизинт Если вам надо, чтоб я съехал, так я съеду Только после вам самому будет стыдно Вы будете гордиться, что у вас такой сыр Яша, не надо Яша, не надо Когда я был еще совсем крохочем, я сказал своей бедной, любимой маме Мамка, я хочу стать матросом Вы думаете, она засмеяла? Нет Она как следует побила меня и долго-долго плакала А потом сказала мне Йончик, сынуля, запомни, Невроченко, на долгие годы Флот, и это не для еврея Так она ошиблась Она ошиблась, моя бедная, любимая мама Потому что, когда за дело берется человек с душой, как море И с головой, как у целого адмирала, то из флота, можно море шопы иметь Я, вы читаете мои мысли Поэтому я хочу поднять этот бокал за человека Который показал, что флот и евреи Это не есть две большие разницы За вас, Миша Зайки за ум Вашей стороне, Миша АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Где эта улица, где этот дом Где эта барышня, что я влюблён Вот эта улица, вот этот дом Вот эта барышня, что я влюблён Вот эта улица, вот этот дом Вот эта барышня, что я влюблён Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Из всей мебели тут нашлось только этих два стула Так я предлагаю присесть Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так вот, Миша, я вчера смотрел, как вы работали казино Я вам скажу, как пожилой человек Такая работа, хамство и босяцкая глупость Это так и никак по-другому А если по случайности Хозяин казино не отпустил бы Стражников на свадьбу Дочки их старшов, что бы получилось в таком разе? А в таком разе получилось бы полную чепуху Началась бы пальба И в этом бардаке положили бы кучу народа Так работать нельзя Послушайте, что я вам скажу Когда я вчера смотрел вашу работу, я подумал Да, Измир, это просто какие-то шелопаи Но потом я сказал Барский, у этого юноши есть стиль Ну, может, насчет матросов лишнее Потому что настоящий еврей не может вырежаться матросам Но самое главное Есть хватка у этого юноши Поэтому я хочу сделать вам одно предложение Конечно, если вчера был не каприз И вы решили заняться делом серьезно Я собираюсь заняться делом серьезно Тогда я делаю вам предложение Поверьте, Барский предлагает услуги не последним людям Я обслуживаю только первый сорт Я принимаю ваше предложение Дальше Тогда вложите себе в уши две вещи, которые я вам скажу Вам нужны люди И чтобы вы не думали, что Барский шутит Я пришлю вам человека Это мой племянник Это юноша из приличной семьи, очень толковый Возьмете его до себя Это будет вам гарантией, что Барский не шутит И последнее, Миша Вы знаете, что может помешать вашей карьере? Что еще один артист в местной труппе будет лишний Потому что в Одессе все решает старый Мендель Герш Поэтому я вам рекомендую, пока еще прилично идите до Герша Господин Барский У меня свой интерес Плыви, 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 плыви Давай сюда Пальчик, а ты у пинца про пулемет спрашивал Спрашивал, у него нема Точно? Слушай, ну сейчас он прибудет, можешь сам у него спросить А что, у тебя языка нет? А что, кстати, Буцис? Он говорил, что у него есть один Да ты что? Он только не гожий Но, отдать обещал, со скидкой Вот он мудрый, а на кой нам не гожий? Дизя, его ж починить можно, а выйдет дешевше Понимаешь? Ну что, берем? Да можно, не хай будет Японец, я к вам Меня Барский прислал Меня Костя зовут Гимназист? Реалист Бывший Ну и шо ты умеешь, гимназист? Миш, нам такое нужно? Что нужно? Стрелять умеешь? Можно? Я тюка! Я за нее пятнадцать рублев отдал Ты понял? А ты видел, шесть дырок Да ну, шесть Я говорю Любил бы Извини Ты и тебя так назабатился Да у нас в Екатеринославе Отряд самообороны от погромщиков Ну и я там Я вообще оружие люблю Пистолеты, пулеметы Ты шо майорчик, берем Годица Пошли, пошли. Извини 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 Я твою кепку возил Да смотри, не надо нам пулеметы Ой, измена На, ешь Как бы раз дома заночевал Ну, живет неизвестно где Как будто у него дома нет Где ты живешь? У мадам Баси в заветении она живет Что? У мадам Баси? Там же живут девочки Хочет ржать Ты шо ходишь за девочек? Да не, мам, а то мэрка шутит Мэрка шутит? А тогда где? С майорчиком мы живем на холостую ногу А че на холостую? Ты уже вполне пора жить Да не, мам, мне не пора Вон мэрке пора Ой, он на меня быстрее заходит в Маил Вон вчера приходил человек, тогда нет Мамаша, ну шо вы такое говорите? Ну он же старый Ой, а то ты новая Да у него детей цельных три, оно мне надо Ну шо? Три? Дорогейшему четвертого, какая разница Какая разница? Я не хочу Надо Второе Спасибо Ира, все, антракт Хватит греть уши Вы злитесь, маленький котенок Что все ругают и гоняют вас Вы знать хотите, чей новый ребенок Ой, мы сейчас расскажем все за вас Ваш папа знатный шмарозник Сестрица ваша лазит под карман Мамаша вам торгует на приводе А родный братец, шлема, хулиган Яша, ты же знаешь наши порядки? У нас такие порядки нужно, чтобы все было прилично Ой, Вася, ну шо же вы не обижаете Мы сами приличные люди Ну, да я об этом-то и говорю Рай, перестань жевать Ну, что подумают о тебе молодые люди? Особенно такой красавчик Ну, что вы смущаетесь? Дело житейское Идите по комнатам А что, понадобится? Покричите, и Фроська вам все принесет Ну? Это Японец Это Яшина симпатия Он до нее уже месяц ходит Выбери Райчку Будет тебе только любовь Я хочу эту Пальчик уступишь? Да забирай Что ты лыбишься? Пойдем Ваш дядя на большой дороге А ваша тетя ходит умирать А другий братец вам сидит во строге Друга сестрица да и вовсе ла-ла-ла Ваш дедушка был, а идиши колбасник А ваша бабка банщицей была И вы, котенок, сами безобразней По вас давно соскучивши По вас давно соскучивши Правильно Правильно Спасибо Спасибо Большой Спасибо Спасибо Удачи Пошли На Ну, ты же вскочил. Ну, еще спать надо. Да куда спать? Не хочу. Ну, тогда я не буду. Ну, не спи. А ты теперь всегда меня вызывай. Хорошо. И мадам, скажи, чтоб ни до кого меня не допускала. Скажешь? Скажу. А то есть такие. Я же заведение самая хорошенькая. Это еще? Да. А знаешь почему? Нет? Ну, откуда же? Смотри. Вот. Видишь? Ну? Ну? Ну, рука. Ничего не рука. Жу не видел? А же я должен был видеть. Запястье. Узенькое какое. Видел? У меня и ноги такие же. А от сладки. Видишь? Щиколоточка такая уже узенькая. А это шо значит? А что же это такое значит? А что же это такое значит? Это значит шлес благородных. Ну, шо, благородная. Поедем кататься? Кататься? На море. Кто там? Дяденька. Не рыпайся. Собирайся. Кудой? Тудой. А кататься? Другим разом, Розочка. Угу. Зараз на катафалке прокатись. Все. Брюки застепни. Почтение, Ерш. Но зачем выдергивать человека с постели? Ерш. Когда впереди работать, нужно хорошо бросить в топку. Ерш. При такой жизни нельзя без пригляду. Если без пригляду, выйдет чепуха. Когда кто тут собирается работать, надо хорошо знать, шо у него пет шапкой. Пан Мендель, я хочу прибиться до надежного берега. Тот, до кого я прибьюсь, будет в выигрыше. Я не люблю беспокойных людей. От беспокойных людей один беспорядок. От меня не будет беспорядку. Попробуйте меня. Попробуйте меня. Хорошо. Я попробую тебя? Я знаю. Может, из тебя выйдет долг. Я попробую тебя наепнули. Я попробую тебя наепнули. Лыхаем. Лыхаем. Красивый хлопчик. Лыхаем. 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 Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 -"Миша", замените замок. То, что у вас там прикручено, смешно." ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ты что, сдурел? Вы уже убиты, майорчик Ну, вот привелась же судьба встретиться в таком очаровательном месте Когда вы говорите свадьбу, Венечка? Послезавтра! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ну, шо ж, заносите подарок, только поаккуратнее Яшик, а где у нас все, Макрос? Не знаю Не пришел? ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Господа, я прошу шаг Йоваль Лазаревич, я имею сказать Но, я не имею таланта сказать красиво, поэтому я скажу от сердца Понятно Ну, шо можно пожелать такому человеку, как Йоваль Лазаревич с его золотой головой, когда у него есть все, что требуют Ему можно пожелать, чтобы дом его был ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Не денет Друзей, которые таки пришли поздравить его Моё почтение, Йоваль Лазаревич Я извиняюсь Имею счастье поздравить вас с вашим днем рождения Это вам Йоваль, что ты стоишь? Немедленно тебе болею из полиции Помолчи, успокойся, заткнись Миша, хотя мы с вами здесь знакомы, для меня такая радость увидеть вас в своем доме, может быть, вы поставите то, что вы там принесли и выпейте с нами Это, конечно, касается до всех ваших друзей Миша, я, конечно, извиняюсь, но эта бандура четыре пуды весит Ну, и поставьте ее же, вы ее держите Миша, вы всех заинтриговали, что в этом ящике Йоваль Лазаревич Покорябнуть инструмент Костик, давай Я не понимаю Что? Не понимаете? Костик, ну, людям не понятно Ну, расскажи, что это за машина Это машина Хайрама Максима Калибр семь шестьдесят два Скорость работы триста выстрелов в минуту О как Пан Садович, я попридеслеждаю эту штуку Если у вас дело, могли прийти и поговорили бы как умные люди Так мы за дело поговорим, но чуть позже А сейчас мы поговорим за вашу совесть Господа и дамы Не, ну, как можно вот пить, кушать, когда трудящимся нечего покласть в тарелку И это при том, что они свергли самодержавие? А вы? Нет А у меня сегодня день рождения И я опять вас поздравляю Ну, что мне передать трудящимся? Работаем Что мы в тишине? Сыхаешь ли? Кошелек ты уже отобрал У вас же день рождения Ну, нельзя же так, ну, нельзя так, ну, каждый день одно и то Господин Клик Ну, вы же видите, какое сейчас время Ну, лучше посидеть дома Благодачки На здоровье Позвольте, молодой человек Изя, Изя Отдай доктору Маргуле своего хронометра Гинеколог такой же пролетарий, как и мой папаша А пролетария мы не трогаем Я извиняю Господа и дамы Благодарю вас за вашу душевную щедрость Ваши скромные пожертвования пойдут в мозолистые руки молдаванки и пересы Ёвы, Влады Ну, вот Можем теперь поговорить все дело Как вы и советовали Ну, что, пойдемте в другое помещение, может Ну, пойдемте Вы меня убили От работы в пустую Вы меня хороните живым Ну, что, вы последний год работаете? Или что, люди перестали пить чай с сахаром? Заперли всех, текать надо Ну, что, там много денег? Ёврий Лазаревич Мы перерезали вам телефонный провод Так вы не подумайте посылать человека в полицию Это будет большая ошибка Так Да, чуть не забыл Вы не могли бы оказать мне услугу У меня к вам просьба Там в этой машинке оно что-то застряло изнутри Стрелять совсем невозможно Вы себе не представляете Так вы скажите своим слесарям на фабрике Про себя не посмотрят опытной рукой А я буду отдельно благодарен Я поздорово извиняюсь Миша, это приказчик Гетнера А где музыка, а? Музыку давай Да ты что? Помогите Помогите Миша, клянусь гробом своей матери, ты ляжешь рядом с ней Миша Бег Кесерова в больницу, чтоб его зашили к окну Он тут кто такой, чтоб тут гряпкать, а? Что? Что? Ты в руку ссался А я уже работал Меня люди знают Понял? Ты суха Яша, приберите Придумайте-ка Миша Что ты стоишь? Забирай этого поц А что теперь люди будут говорить, что Миша японец пошел на мокрое И главное, все это на пустом месте, Лева, пулю в живот Это как? Все это прилюдия, а народу столько, что это что-то страшное Ты опять с ним трюшься? А что нельзя? Еще раз увижу, что попробую, понял? Бося, ты че пристал? Я уже не маленький Бося, а что какие-то проблемы с преступным элементом? Да приказчики Гепнера Болтаю, что кто-то взял у хозяина сейф Да ты шо? Ну и шо и Гепнер Гепнер молчит? Ну все А шо ты так смотришь? Я здесь при чем? Может брешут приказчики? Да может и брешут, Миша Но только Гепнер, с чего ты не поехал в завод? А даже на его доктора вызвали А шо с ним? Припадок Шо ты с сердцем Да я наверно съела шо-то не то Этот еще чудак шо пулю словил Какой чудак? Приказчик Гепнеровский Ужин обслуживал и пулю словил Не слыхал? Иосиф Я в больнице него был Ну и шо он говорит Ничего не говорит Ну и все Он умер Как умер? Плохо умер В муках Плохо умер Плохо умер Плохо умер И убивать Живых людей Чтоб он был проклят этот бандит Мадам Перчик Я принес вам деньги Мадам Перчик Как ваш Иосиф Как ваш Иосиф служил у меня в заводе Аж двенадцать лет Вот деньги Я кладу их вот сюда А этого японца накажет Бог Он накажет его, как не оказывал никому Месье Гепнер Хулиганская морда Бандит, чтоб земля тебя выбросила Хорошенькую моду себе взял Убивать живых людей Да не машите руками, простудитесь Дядь Песь То я Миша Вот Тядь Песь, если вам нужна моя жизнь, то вы можете получить ее Но ошибаются все Даже Бог Вышла громадная ошибка, тядя Песь Но разве со стороны Бога не было ошибкой поселить евреев в России, где они мучаются, как в аду? И чем было бы хуже, если бы мы жили в Швейцарии? Где чистые озера, гористый воздух и сплошные французы Ошибаются все Даже Бог Я не убивал Василия Я плачу за ним, как за родным братом Какое нахальство! Какое выбиющее нахальство! Он еще вспоминает Бога Стыд, месье Ветнер В какой несгораемый шкаф спрятали вы свой стыд Вы имели сердце дать матери нашего покойного Иосифа пятьдесят жалких карбованцев Так, ну, позвольте Позвольте, вы же взяли у меня все, вы же все взяли Все Так, может, мы вернемся на завод и я пощупаю, что у вас там осталось Ну, и сто тысяч Сто тысяч единовременно И пенсию до конца ее дней, пусть она живет сто двадцать лет И похороны по высшему разряду И если вы имеете что-то возразить, то пойдемте, выйдем из этого помещения Идн, гибн сдоке Сдоке Сдоките цеды муэс Господа, господа евреи, давайте вздоху Евреи, высшее милосердие, истинная милость это проводить покойного последний путь как сказали наши мудрецы Я имею сказать пару слов Ну, говорите Господа и дамы, я мало был знаком с покойным, но я скажу от сердца что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни он видел пару пустяков Чем занимался он, он пересчитывал чужие гроши Как он погиб, он погиб по чужой глупости Так и так, есть люди, которые умеют пить водку и есть люди, которые не умеют пить водку, но пьют ее И вот первые, получают удовольствие от горя, от радости А вторые, страдают за тех, кто пьет водку, не умея ее пить Поэтому, господа и дамы, после того, как мы помолимся за Иосифа я прошу проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного, Сему Матроса Этот пустой человек проводил Иосифа до Господа Бога И Бог посадит Иосифа возле себя А с Семой Он сам решит, как ему быть Семой Матросом Король Ну, шо, пошли? Нет, я один А ты до хаты езжай Куда езжай? А ты как? Да, иду как-нибудь Да, скажи, Яша, чтоб взял тебе гроши, Хомонцов и прошелся по Молдаванке, раздал гроши людям С какой-то радостью И пусть пройдет по самым голодранцам До Кравченко пусть дойдет, Махорский, ну, ты сам знаешь до кого Пусть скажет, что деньги от Миши Японц Миш, так я ж думал, шо ты вот эту вот за помощь трудящимся свестишься Миш, на кой нам гроши раздавать? Майорчик, когда людям нечего жрать, не надо труситься за добро Тем более, шо оно чужое Сделай И люди скажут тебе спасибо Отдай хлопцам А не жирно ему будет, Мендель У людей почин Ныхай погуляют, как хотят Сыдай Можешь работать А на шо он нам нужен? Герш, на шо нам такие сопляки? Ты можешь работать, я сказал А я сказал, на шо нам такие сопляки Ну и шо, шо он сработал Гепнера Я бы сам его мог сработать У меня столько людей, сколько работы не будет Сейчас такие времена, шо всем хватит работать Нужно держаться своей бронжи А я не знаю, на шо он нам нужен Ты не принчи, акула Мендель сказал, шо нужен И шо, шо он сказал Может, он уже старый И не видит, где резон, а где пусто Может, общество не хочет того японца Цыган, тебе нужен тот японец Ты шо умный, акула Можешь работать Или общество не хочет? Цыган Он может работать, Герш Нехай работает Хват Пусть работает Шо ты скажешь, акула Пусть работает Но пусть не лезет на пересыпи Я не потерплю никого на пересыпи Ты слышишь, что я сказал, японец Я услышал за пересыпи Эти дворины, ходи за мной, а? И что, идиоты, что ли? Вот ты увязался на мою голову Ихойдет, что тебе жалко, что ли? Да он же пристает, хоть, чтоб я его на дело взял Это надо такое? Не, на дело не надо Такая аппельс И главное, он же щипать научил Да ладно Так, Ласкова у меня портсигарь принял, я ее не заметил Да надо по соплям надавать Надо Ничего Это я знаю, это его Савка учит Че Савка? Че Савка? Я этого Савку поймаю, я ему… Надо и Савке просто надавать Да, обойчи Смотри Берочек, иди сюда Да иди, не бойся Ну, шо? Шо ты там хвастался, шо ты великим? Щипач Вон, видишь барышеньку? У той шо повыше, но темные волосы Можешь кошелек принять? Шутишь? Да ты можешь или нет Нужно раз Ну, давай В фан-коне все столики займут Не займут, тем более еще нужно зайти и купить папе-то потом и саксос Ну, Циля, ну давай потом зайдем, а? Софа, ну не конюч Ну, Циля, ну правда займут Нам туда Какое красивое платье Какое платье красивое, хочешь такое? Опа! Ты смотри какой шустрый шкейк Дяденька, пусти, пожалуйста Какой я тебе дяденька? Ну, иди отсюда Разрешите вернуть? Спасибо большое Ну, нельзя ж так барышеньку, тут кругом работают карманники Да я даже не знаю, как он вытащит Имею представиться, Михаил Винницкий Коммерсант Очень приятно, Циля А это моя с сестрем Слофочка Очень приятно Мне тоже Так если вы гуляете, мы с вами А то кто-нибудь еще у вас чего-нибудь украдет Не, не знаю, просто мы за покупками, на самом деле И в кафе В кафе, а так и мы тоже до бульвара покушать пирожные Да? Разрешите представить, Лев Майский, репортер Очень приятно, Циля А вы в газете работаете? Временно Я вообще пишу Прозу Ой, как интересно, Циля, пойдем на бульвар пирожных покушаем Да я извиняюсь, вы сами как безе Ну так шо, вы не согласны А? Господин Винницкий, а мы могли с вами где-то встречаться раньше, а? Да, Одесса такой город, здесь все когда-то виделись Пойдемте Пойдемте Циля, пойдем Пойдемте Я извиняю, вы обожжите меня здесь в минуту Лева, не дай барышням скучать, а я быстро А вы про что пишете? А, ну, как про разное А про любовь? Софа Виля Что, ну и про любовь тоже А вы в журналах печатаетесь? Ну, я… я посылал… в… 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 в разное И что? И ничто Миша Молодой человек, подьмите каштаны Это вам Ой, какая красивая Циля, посмотри, какая прелесть Посмотри, посмотри, как… ой, часики Это что, мне? Вам Угу Софочка, немедленно верни все Михаилу Софочка, даже не думайте, это от чистого сердца Господин Афинницкий, извините, но мы не можем принять такой дорогой подарок Отчего? Это неприлично Я вас умоляю Давайте доедем до бульвара, попьем сельтерский с пирожными И я вас уговорю, чтоб в этом нет ничего такого Ой, Циля, пойдем Тихо, 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 тихо Здравствуйте Ой, вы дайте мне уфалово Спасибо Маменька Какая шляпка Очень смешно Что желаете? Имеются дивные профитроли, эклерчики, это что-то удивительное Ликер Шеридан, ликер Куантро, шампанское, конечно, с завода князя Голицына Клико, опять-таки, настоящее, вчера с парохода Ну, ну, я умоляю, не стесняйтесь Да и ты не жмись Гроши есть Я на минуту Миша, я с тобой Неси все же ты там скажешь Извините Циль, ну что, тебе нравятся часики, а? Прекрати ты с этими часиками, неудобно уже Здравствуйте, Собочка О, здрасьте Да, добрый день Да Какой шикарный кавалер Да А папа знает, что тот за вами ухаживает А почему вы спрашиваете? Ну, такой кавалер, не фунт изъема Какой такой? Вы что, не знаете? Нет, не знаю Это же Миша Миша Это же Миша Япончик Пошли Циль, подожди, они сейчас вернутся Пошли, я сказала Извините, ноума Соломалыч, куклу и часики оставь Циля Слушай, что я говорю Да До свидания Извините, еще раз отсталю Да Извините, еще раз отсталю Ну, дела какие-то. Даже не покушали. Шо? Смылись. Я говорил, что тут ничего не было. Слушай, ты не умничай, а? Надоел уже. Надоел уже. Я знаю, что я говорю. Знает он. Да я же еще помню ее молодым бегал. В тюрьме и везде она даже снилась мне. Миша, я конечно понимаю, но она же ж это… Что? Она же никогда с налетчиком. Да? Ну? Только оно смотря с каким налетчиком. Миша. Да, месье Жирмойский. У меня к вам дело очень деликатного свойства. Так. Я по поводу вашего визита. Ведь оно было же не последнему. Ну, не знаю. Может зайду на днях. Да, я так и думал. Я буду говорить напрямую. Угу. Дело в том, что у меня супруга. Она молодая. У нее сердце. И когда в дом вваливаются среди ночи неожиданно такие люди, как вы… Миша, я хотел сказать. Такие симпатичные люди, как вы и ваши друзья, она нервничает, и я опасываюсь. За что вы опасываете? Миша, я опасываюсь за нее. И поэтому я готов вам дать небольшую сумму. Вперед. 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 Вперед, Миша. Вперед. Ну, чтобы вам больше не тревожиться, а ей не колотиться всю ночь в истерике. Я даже готов делать некоторые взносы впредь, чтобы вам не беспокоиться. Угу. Вперед. Вперед. Хорошо. Пусть дождь идет, пусть солнце злится, была б стена, Чтоб прислониться, когда здоров, можно счастье ждать. Один носок, одна калоша, в худом кармане два-три гроша, Когда здоров, можно счастье ждать. Дамы и господа, вы знаете, я редко плачу с горя. А зачем? Но я часто плачу от чувств, потому что такой я человек. Когда я вижу, как благородный юноша помогает несчастной матери покойного сына, я плачу. Когда я вижу, как этот юноша отдает на жизнь вдове, чтобы у ней было, что покласть детям на ужин, Так и я опять. Я плачу. Я плачу. И я снимаю шляпу перед этим человеком. А сейчас мадемуазель Роза споет для этого благородного лицаря то же самое, только на его родном языке. Делайте, Роза. Мы, Юрчик, хорошо, там письмо отнесли. Мы, Юрчик, хорошо, там письмо отнесли. Марик отнесли. Да. Да никак. Три дня уже. Обидно. Да может зря все это. Что? Ну, вот то, чтоб они сами платили. Ну, другое дело налет. Пришли, позабирали, все. Все понятно, все ясно. А то, чтоб они и сами гроши приносили, такого никогда не было. Этот Рухимовский думает, может, что кто-то шутит, принесите мне пятьдесят тысяч. Майорчик, такого не было, так такое будет. Я им не мальчик, чтоб бегать по ним по ночам. Да и им спокойнее заплатил и дыши. Ну, Рухимовский то не ответил. А это он зря. Раз он строит из себя Ротшильды, то пущай потом не плачет. Руки вверх. Руки вгору. Руки вверх. Руки вгору. Только не стреляйте. Ты письмо получил? Письмо? Какое письмо? От японца. От японца? Ты шо, заик? Получил или нет? Да. А шо не ответил? Гроши приготовил? Я думал, что это шутка. Шутка. Кто ж так шутит? Только скажите. Пятьдесят тысяч. За что? Да за то, чтоб тебя никто не трогал. А теперь, заметь, тебе это все выйдет дороже. Ну, шо вы встали? Работаем. Цацки. А еще и гроши. Забирай. Простите, но вы же писали. Пятьдесят тысяч и все. Так ты ж не ответил. Да. Не ответил. Значит, слушай меня, Рухимовский. Будешь это слюнявливать. Каждый месяц по десять тысяч. Как, как, как? Никак. По десять тысяч по-божески. Десять тысяч по-божески? Десять тысяч каждый месяц, когда нет никакой торговли. Значит, буржуям своим передай. Пущее готовится. Рухим Яковлевич, не провожайте. Мы сами. Понял. Рыбой начало это. За что? За что? За раз не идет. Ты подавай. Не идет. Так ты подавай. Да я подаю. Не идет, зараза. Сейчас брошу. Чурбачок надо было поставить. Чурбачка ему. Пошло, пошло. Балыш, Павлович. Чуть глаза не лопнули. Пошли. Шплинта встрамлять. Шплинта встрамлять. Мотя, иди приготовь, что там есть. Ага. Руки уже не те. Шо это за новая мода брать с людей гроши? Да я так подумал. А пусть платят. И нам хорошо, и им спокойно. Ну, мы ж не полиция. Шо брать с людей боксиш. Пан Мендель, мы не полиция. Мы лучше. За нами порядок. А шо, как мальчикам бегать вот это каждую ночь и людям нервы трепать. Зачем? Легче договориться. Это если кто не согласный, тогда конечно. Раньше в Одессе такого не было. Я старый человек. Нет, ну может оно и хорошо. Может я не буду иметь против. Но надо послухать, шо скажет общество. Пан Мендель, общество будет довольно. Половина с того, что мы будем собирать, будет идти в общий котел. Ух ты! Слепые коза в побаче. Мотя, схавай куда-нибудь. Я понимаю, когда я плачу полиции. Я понимаю, когда я плачу таможне. Я понимаю, когда я платил жандармам. Ну, когда мой Боренька… Вляпался в эти эссеры. Будь они прокляты. Ну, с чего? С чего платить бандитам? Это невозможно, что такое. Жили без японцев. Да, нас грабили. Грабили. Еще как грабили. А кого не грабили. А теперь нужно платить заранее. Заранее. Нет, нет, нет. Мне это в голову, в голову не заходит. Так а вы платите, месье Рухимович. Они и не придут. Арон Израильевич, вам легко говорить. Он вас не трогает. Вы гинеколог. Да, не трогает. Этот японец – человек с принципами. Принципы. Месье Верманов. А вам? Присылали письмо от японца. Вы знаете, господа, нет. Нет. Вы знаете, я… Я сам удивляюсь. Почему? Нет. Нет. А за меня он требует пятьдесят тысяч. Как будто я печатаю эти проклятые деньги. Ну, лучше. Подайте коньяку. Шустовского. И шоколадного. Месье Пруль, а вы что молчите? К вам никаких писем не приходило? Приходило. И что? Двадцать тысяч. Пишут, что придет человек. Отдать ему. Двадцать тысяч? А с меня? Он требует пятьдесят. Ну, хватит, Север Иврахимовский. Не надо ровнять наши доходы. Японец знает, кто миллиончик, а кто… Да. Так вы будете платить? Господа, только между нами. Мой свояк, капитан Родиевский. Да, да, да. Служит в полиции. Так он говорит, что надо делать засаду. Вы смелый человек. Месье Пруль. Я японцу, не до мне копейки. А-а-а-а-а. Геспонд Родин Проль. Панепруль! Я вас слушаю Капитан Розьевского А байжины сейчас откроют Главный Брониславович, наказав проинструктувати вас насчет засады Милости прошу Ну разве так можно, а? Хозяину ломбарды нельзя быть таким доверчивым Месье Пруль Месье Пруль Ой, яша Костя, оставьте эти мансы Месье Ну зачем эти церемонии между нами и евреи Ну если б я держал вас за идиота, я бы и писал вам как идиота Но я вас за такого не знаю И упаси, Бог меня вас за такого знает Не, ну как вам не стыдно, а? Ну до вас пишут, как до приличного человека Уважаемый Господин Пруль Извольте Позвольте А вы и побежали в полицию Миша, произошла чудовищная ошибка Да не, главное выдумали какую-то засаду Я Что? Я в шоке Не, ну я на первый раз я закрываю глаза Ну не дай Бог вам еще раз такое удумать Вы меня поняли? Я вас внимательно понял, Миша Можно Можно Мы же договорились, да? Договорились? Конечно Пять тысяч каждый месяц Договорились Всего доброго, Миша Я так разумею, что японец правильный хлопец Он все справно делает Денег взял хорошо Принес пользу обществу Наладил, чтобы его краю проценты торговые платили Надо, чтобы другие платили Спиресипи, лонжерона, фонтана Займешься? Как скажете Погоди, погоди, Герш А чего он на Пересыпь? Пересыпь мой край Я там всех обложу Будут платить, даже больше Пересыпь твой край Но и гроши будет собирать японец Он сделает это так, что люди не обидятся Как хочешь, Герш А я не согласный Не согласный А я не пытаюсь согласный ты чинить Гроши будет собирать японец Лыхай 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 Ну шо встали, как бараны? Шо, шо? Пойдем Шо, шо, братуха, шо, шо случилось? Японец-курва, на Пересы целятся, сучонок Шо-то я не понял Как? Дай Как так? А вот так А Герш ему в рот глядит Ну ничего Не с такими мерились, не таких в крови купали Субтитры создавал DimaTorzok 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 КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Паня Басик Что ж ты опаздываешь, мой дружок? Ой, ну, да дела, дела, паня Басик Здорово! Моя любимая, моя красивая Девчушка, подружка милая Люблю тебя я без ума И ты в ответ поверь, люби меня сама Девчушка, подружка милая Моя прекрасная, как солнце ясная Девчушка, подружка славная Смотри, уманится Кто такой? Татак Сам вроде Шепетовки, с ним работать чак-пять Поперёх не лезут Ну и не дёргайся Я люблю тебя я без ума И ты в ответ поверь, люби меня сама Почтение, японец Ни тебе не хворать Тут вот хлопцы интересуются, чтоб до тебя податься А чего так ко мне? Еще мало других людей Вон акулы, к примеру Акула Тогда акулу как-то не с руки А чего так? Эта акула ж дура гонит Ты вообще А вот до тебя Да Со всей душой Ну хорошо, коли так Ну шо, съедаете? Благодарствую в следующий раз Хлопцы, ходи сюда Да божи Да шо, где все это? Казна Это все, что в наличии Шикарный вид Здоровы хлопцы Небось не признали Да мы ж тогда в поезде Даже и не думали, что Если б мы знали Зунь, а это… Ладно Считай, что в другой раз познакомимся Ну шо, идите? А там будет надо, до вас придут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Питере, в Москве Власть в руках Советов Христианских и Рождественников А у нас в Одессе все как при старом режиме Да А почему, товарищ? А потому, что мемшевики заседут в Совете Майорчик, вот ты мне скажи, почему, когда женщина злая, то всегда такая неинтересная Ха-ха-ха Миша! Миша! Винницкий! Ну ничего, товарищи Здорово! Ну как ты сейчас? Ну? Знакомься, мои пацаны Иван? Я же Майорчик Изя Ну че, к нам-то не надумал, смотри Эй-эй-эй Политика — это лишнее Зря, зря Ну ладно, если передумаешь, я сразу к нам Хорошо Давай Большевики, меньшевики Все мне безрали Вы политически неграмотный босяк, майорчик Шо? Шо-шо В тюрьме я имел знакомство с большевиками и там есть Серьезные ребята Ну что, как все прошло, взяли? А когда не брали? Вот ваша доля Ах Как это все? Полтораста тысяч Какие полтораста тысяч? Как-то там было полмиллиона Остальное мое То есть, как подождите, мы же договорились Вы работаете с половиной Передумал Да и то много даю Наперед будет так, ваша треть, такой распад Но ведь это мы навели вас на дилежанс И шо? Я под пули лез С моих одного насмерть положили Так шо знайте Я работаю с двух третей Ну, это же бесчестно Товарищ, это же, это грабеж Да я тебя сволочь Ваня Да Заходите, если шо Говорил я, надо было с Мишей работать Винницкий такого бы никогда не сделал Слушайте, все они одинаковые, уголовная мразь Миша сидел по политической Он не такой Товарищ Мухов Вы можете с ним поговорить? Думаете, он согласится? Уверен Нет, Вань, ну шо оно мне надо все, а? Ну, у вас своя бронжа, у меня свои дела Вы стыкаешь без стыки, ой, Одесса, мама Гвалтых бэйт нордих Я ж говорил, политика – это мина Мина Да при чем тут политика? Я ж тебе говорю Экс-рапри… Эксы Нам деньги нужны Экс-рапри… Ну ты ж все равно это как… Что все равно Грабишь Рая, пойди погуляй Ну и ты бы мог нам помочь Революции помочь А мне какая с этого польза, чудак? Я и без вас справляюсь Вот это ты зря У нас свои люди повсюду Мы иной раз такое знаем, чего никто не знает Мы и акулу навели на хорошие деньги Так он, сволочь, обнаглел В общем, комитет решил работать с тобой Соглашайся, ну ты пойми, что власть все равно будет наша Ты-то этой власти будешь не чужой Да все, не приставай, я сказал нет, ну все Миш, ну с акулой хоть поможешь? А шо там с акулой Миш, ну с акулой Списать ему требуется Вот тебе здрасте Комитет постановил в чистую списать гада Он же нас предал, получается И знает всех до одного В общем, его решать надо Ну и решайте Я-то здесь с какого боку? Ты ж говорил, что он и тебя Ты его и… Ваня, запомни и своим скажи, что Миша японец на пустом месте мокрое не разводит Если там акула на меня гавкает, так шо ж мне его теперь резать? Миша Пойми, акула мне тоже поперек Только не так, чтобы стрелять Так шо с ним сами Понял? Понял Миша! Миша, скажи за меня майорчику, шо он делает, а? Что ты орешь? Ты почему не в люле, а? Та я на дело ходил На какое ты дело ходил, делец? А шо смешного? На такое, я слыхал, как они сговаривались и пошел за ними А майорчик увидел меня и погнал Ну и правильно сделал, шо погнал А шо правильно? То правильно я тебе сказал, не суйся Куда они пошли, я не помню На греческую Ну, пойдем проводишь Все равно не спать Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что сказал? Иди до сейфа Ты что? Я дам, я дам Я прошу, не делайте зла Какие-то Изя Миша Вы почему у меня не дождались, а? Барский сказал, шо дело срочное, надо Папа, тут дверь кружит Сыня Миша Шикарный вид Шикарный вид Уже? А что вы пустые? Тут такое, что… Я не знаю, что делать Изя, а ты куда меня притащил, а? Только шо? Миша, 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 тихо Так это ж Барский навел! Я-то при чем? Ты что, из-за дочки из-за его шули? Да ты… А что ты не мог сказать, что это дамерманом? Да я откуда знал, мне сказал, что греческого сюда Да отпусти! Давай, давай, давай Да я тебе и говорю Я откуда, я откуда знал Он мне не сказал Он мне не сказал, мне сказал, что у него в магазине Тихо, тихо, тихо Да кровь и зараза Ты что, сразу в рывы? Ой, да ладно! Да шо ладно эти шо, пацан шули? Извини! Еще при этих… Да я сказал, извини! Иди! Изя, ну, шо, ты не мог спросить у Барского, шо мы идем до Аверманов? Изя! За мной! Изя! Да-да, а вы куда? Как куда? Помочь? Да шо ты там не будешь помогать, Леша? Сидите! Помочь мне? Мишенька, шо? Руки! А-а-а! Ну, как же он поправится, если ночью был налет? Месье Аверман, мое почтение! Да вас, пан хозяин! Бог мой! Вы опять? Только не думайте бояться! Я к вам по такому делу, что вы моментально обрадуетесь! По какому делу? Давайте мы сядем, и вы сами все услышите! Но я не одет! Это мне не важно! Так я сяду! Пожалуйста, Феля, примите вещи! Вы покушать идите, и там уже девочки… Идите потом! Все постынет! Потом! Месье Аверман, вы знаете, кто я? Да, я знаю, кто вы. Вы Моисей Винницкий. И вы Миша Японец. Все так. Но, может быть, вы не слыхали за главное, что я не бросаюсь словами. Так вот, я хочу сказать, что я извиняюсь. Но то, что было сегодня ночью, это была страшная ошибка. Не дай Бог еще такую ночь. Но жизнь идет дальше, месье Аверман. Но вы согласны, что она идет дальше? Конечно, я согласен. Она идет… Так вот, уже нет. Она встала. Да нет, для меня она встала. Месье Аверман, отдайте за меня вашу дочь. Что? Отдайте за меня вашу Цилю. Да я не могу говорить хорошо. Но я говорю прямо. Я хочу жениться на вашей Циле. Как жениться? По всем правилам. Со всеми причиндалами. В Бродской синагоге. С гостями, с песнями. Клянусь, это будет самая шикарная свадьба за всю Одессу. Послушайте меня, месье Аверман. Я молодой. Но я уже начал. И я пойду далеко. У вас будет десять магазинов, месье Аверман. Я уговорю ваших конкурентов, что торговля это не для них и прикрою их лавочки. Ни один вор не будет ходить по вашей улице. И зять Аверман, у вас будет король. Король. А не какой-то сопляк. Ну и шо вы за это скажете? Я не знаю, что вам сказать, Миша. Вы отказываете мне. Я не сказал «нет». Я не такой храбрый, Миша, чтобы говорить «нет». Ну. Я не говорю ей «да». Так и каков ваш ответ? У меня его нет, Миша. Откуда он может быть? Месье Аверман, я начинаю нервничать. Я когда не понимаю, всегда нервничаю. Миша, я вижу, вы благородный человек. Так и я не хуже. Идите к ней. И спросите ее. И если она скажет «да», я не скажу «нет». Вы сумасшедшие? Как вы смеете такое говорить? Даже думать такое? А что я такого сказал? Папа, вы зачем его сюда впустили? Цилечка, как ты разговариваешь? Вы что, действительно думаете, что я буду замуж за бандита? Я не бандит. Да? Как интересно. Врываетесь ночью с оружием. Папа чуть не умер, у него сердце. Это было недоразумение. Как мило. Вы что думаете, я вас не знаю? Я вас знаю. Я вас вспомнила. Это вы, может быть, меня не помните, а я вас вспомнила. Вы уже врывались в наш дом с револьвером. Давно. Но тогда вы были просто босяк. А сейчас вы настоящий бандит. Циля! Я сказал, я не бандит. И вы имеете наглость думать? Вы смеете надеяться, что я выйду за вас? За Мишу-японца? Почему нет? Вы сумасшедший. Значит, нет. Так я скажу. То, что вы тут окричали, то мне начхать и забыть. Что? Что слышали? Месье Аверман, накапайте уже вашей дочке то, что у вас там в пузырьке на подоконье. Миша, я вас умоляю. Главное, не берите это близко к сердцу. Да это я вас умоляю, месье Аверман. Я не беру к сердцу, если тут плевать на мое сердце. А вам я скажу. Поглядим. Прощайте. Адьо. Миша! Шляпа! Миша! Миша! Шляпа! Миша! Шляпа! Думает парень ночь напролет, Тули девчонку в жены берет. Можно влюбиться и ошибиться, Ах, если правду знать наперед. Так неудобно «Миша» Egamel! Как неудобно, так неудобно!ito ich, Swim nursing with everything! Но тот, что Миша имеет до дочери Айдермана маяжный интерес, откуда? Когда я знаю, что за ней ухаживает сын Ароны Лернера Это не в обиду Миши, но Лернер это неплохая партия Лев Якович, забудьте, сейчас не об том Это легко вам сказать, забудьте А я ночью не спал, когда знал поэту душераздирающую неприятность С Барским просто такого не было, вы понимаете, что это такое? Да перестаньте квахтать, извините Кумбала, кумбала, кумбалалайка Кумбала, кумбала, кумбалалайка Шмирбалалайка, кумбалалайка Шмирбалалайка, кумбалалайка Штей табоке, штей тум твах Твах, тум твах, таганцы нах Бэмэ цунэймэн, ну не фашэймэн Бэмэ цунэймэн, ну не фашэймэн Слушай, девчонка, ты мне ответь Что может вечно, вечно гореть Что без дождя растет и мороз Что может плакать, плакать без слез Тумбала, тумбала, кумбалалайка Тумбала, тумбала, тумбалалайка Шмирбалалайка Тумбалалайка Шмирбалалайка Тумбалалайка Принеси рюмашку Майорчик, да сядь ты Да что ты прыгаешь, как мальчик Майорчик, да сядь ты Ну ты пойми, мне этот сюрприз с Саверманом У меня же нервы А что ты делаешь такую морду, как будто я тебя ударил Ну хорошо, ударь меня Ударь, прям тут при всех Хочешь, я сам сейчас ударюсь Шо ты придуриваешься Ну извини, Изя Ну правда Да ладно Поехали Парень, тебе я скажу не шутя Камень растет без тепла и дождя Вечно гореть любви суждено Плакать без слез сможет сердце одно Я понимаю, шо ты главный, шо ты король То конечно, мы же с тобой друзья, а не так, здрасте, до свидания Ты, ты помни об этом? Не, Мальчик Ты мне не друг Ты мне брат СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Ну, шо, Гриня, повидался? Илья Давай, бекица Так он мне имел сказать, что японец на пармановский лабаз нацелился И шо? Сегодня ночью буду брать Я шабера до уголовки послал А этот гнус, что японца сдал? Ну, шо, грошей хочет? Да я шо-то не понял, грошей ему вроде бы не надо Да, может и не улка, японцу какой-то интерес Я шо-то не понял Ладно, будем поглядеть Пошли Мадамночка, купите рифы, свежая рифа Дары, мадам, мадамночка Стой, куда же? Ну, шо, папаша, показывайте Вот тут все покладено Вижу Во! Твит! Ты смотри! Сажевый Данигаль в Сармандии! Папаша б за такое удавился бы! Ну, кто ваш папа Яша? Костя, ну, ты даешь! Ты шо, не слыхал за такого закройщика Матвея Пальчика? Ты шо? Яша, не имейте привычку болтать на работе! Выносите! Яша, не устраивайте беспорядка Спокойно! Не дергайтесь! Ося, а ты как тут? Руки! Руки! Ну? Ну, и шо дальше? А дальше все Выходите, кидаете стволы на землю и едем в тюрьму Какую тюрьму? Тут все оцеплено Так шо без дураков А если нет? Я тебя предупреждал, шо выстрелю Ну шо, пойдемте Стоять! Яша! Забери этих и пойдите подышите А драконы твои там не постреляют нас? Там никого Я один Пиндос Ну шо встали? Идите погуляйте! Яша, положите этот хлам на место Ну, ты даешь, Ося Сейчас уйдешь В другой раз не отпущу Так в другой раз я уже не попадусь А с откуда узнал? От акулы напели Из чего это он тебя так не любит? А, колос откуда узнал? Думай Он думал, шо никто не узнает Проснал за лабаз и послал кого-то со своих до оси Потихоньку Вот откуда, а? Кто с наших спелся с акулы? Да Где у вас? А если бы Ося на принца пошел? Он же такой, шо может против нас не может Ага, не может Да ладно, дело не в оси С акулой надо кончать Да ладно Ну Говорили же мне умные люди А я кабенился Кто говорил? Да не важно Я ему сразу поперек горла стал Так шо разом нам в Одессе не жить Невеленос А я бери-бери-бим-бом А я бери-бери-бери-бери-бери-бери-бим-пом Я ее желаю Невеленос! Не вели нас. Паня Баса не велела Что значит не вели нас? Слышишь, ты шлемазов, а? Паня Баса не велела Да ты знаешь, кто я, а? Гриня? Гриня! Ну, что такое? Паня Баса, я желаю розы Этот шлемазов не вели нас А зачем тебе именно розы? Что ты там не видел в этой розе? Так, а… Идем наверх, я покажу тебе такую красотулю, что ты будешь рад Леня! Слушаюсь Проводи его до Кати Прошу вас Ну, я желаю розы Он просто не знает нашей Кати Идите, она мечтала с вами познакомиться Со мной? Да, да, иди Что это? Господи О, Миша, ты думаешь, что ты король? Ты думаешь, что тебе здесь все можно, да? Я думаю, что тебе пора в люлю Гриня? Да тебя, мой брат, знаешь, как… Гриня, пойдем уже, а Если тебе Герш все позволил, значит, тебе все можно, да? Да тебя, мой брат, как кутенка Как кутенка Гриня, уходим уже, все, Гриня Да пусть, пусть сдохнет ваша Катер Ну, зачем? Ну, зачем? Извиняйте, японец Вот дуракон А я вот думаю, может и правда стоило его для почину А потом и его брата Илью, шо вы так бойкаете, я ж вздрогнуто? Миша Ну, а шо вы такой дергали? А вы шо улыбитесь? Ну, пугали артисты Мы не извиняемся, мы не специально Простите Миша, что за идиотские розыгрыши? Моя, у меня нервы, Миша Ле, тут такое дело, по зарезу жду вы и ваш талант Что? Тут неподалеку живет барыша, которая ведет Солнце догорает, наступает вечер А кругом зеленая весна Вечер обещает радостную встречу Радостную встречу у окна Циля, да я хочу посмотреть, кто там Ну, я сказала, Циля Выключи свет Не подходи к окну Софа, отойди от окна Циля 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 Ну, ты что, так и не выглянешь? Даже не подумала А я не выглянула Милая, хорошая моя Дрогнет занавеска Глянет из окошка Милая, хорошая моя Господи, какая пошлость Да почему пошлость? Очень даже романтично Ну, вот и выглядывай, Софочка Да вот и выгляну, Цилечка Папа Папа Ну, сделайте уж что-нибудь От людей неудобно Послушайте, Миша, мне кажется, это не годится Твой номер шестнадцать Миша, я серьезно, это дешевый фокус Здесь нужно что-нибудь такое теплое Я тебя прошу, не мельтеши Или я имею чувство к девушке, или девушка меня не стоит Ты лучше скажи, как будет любовь по-французски Жетем Жетем Прошу прощения Прошу прощения Я прошу прощения О, месье Аверман Почти нет А шо ваша дочка еще не спит? Она не спит, она стала такая умная, что чересчур И она не уважает своих родителей Ну, это пустяки, Миша Главное, Миша, что она не уважает вас И ваших благородных намерений А шо она говорит? Мне так неудобно Миши, что она говорит Она говорит, что бы вы перестали иметь к ней интерес Извините Это так по-детски, Миша Она еще любила Ладно Шикарный вид Месье Аверман, а вам везет на цветы в последнее время Маэстро, прекращайте шуметь Кругом люди спят А вот мне интересно А кого хочет ваша дочь? Она хочет графа Так вы ей передайте, шо граф этой семечке, когда до нее просится король Люди, шо вы там стоите? Поехали уже Мое почтение Мое почтение, Миша Поехали 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 И двое Офицеры Ну, такие молодые, красивые, дезунтеры Мало того, они пришли не одни Они пришли с пулеметом и говорят Мадам Лавандовская Красные под Одессу Мы устанавливаем у вас в окне эту машинку Ну, и как вы думаете, шо сделала моя мама? Правильно Моя мама их подгнала Как так? А шо скажут соседи? Ривочка не замуж же А у нее в окне строчат какие-то незнакомые мужчины Не бывать Везьми Ай, 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 аряй, Ай, Би-ди-би-биди бем-бу Би-ри-бей-бим-бом Ай, 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 вы Бери-бери-бери-бим-бом, бери-бери-бери-бим-бом, бери-бим-бом, бери-бим-ай-ай-ай Да пригнись ты, богом душу мать! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да вы что такие? Да мы здешние! Вот он садик! Моечка, сколько у нас гранат? Да не возьмешь тут гранаты! Не достать! Изя, покажи флоту, кто у нас тут на хозяйстве Без майорчик-то, а? Ну, хватит палить! Береги патроны! Сбежал ты майорчик! Майорчик не статист! Сбежал! Ну, вот! Вперед! Давай, давай, давай! Эй, Миша! Эй, хорош там валяться! Миша, Миш, отсюда шикарный вид! Чисто сработало! Ну, солидная фирма! Миша! Дымченко! Алмаз! Спасибо, товарищ! Миша! Ура! Давай! Вновь! На советскую гору! Мишка! Мишка, смотри, что я нашел! Что там? О, Яша! Ты посмотри, это же моя история! Да ну! И Миницкий, политический! И фотографии! Ты смотри! Красив, как бог! Не то слово! А дай-ка я пойду мамашу покажу! Эй! Шо такое? Шо ты маму расстраивать будешь? Отрекемся от старого мира! Давай! А ну! В одну ширину словить! Так, смеюся! Оп! Здесь нам по-аккуратней! Ну шо, Вася, прикрыли твою лавочку! А? Отпусти их! Кого? Этих? Этих? Ну шо, дядя Вася? Ладно! Басоты! Причипайте господ офицеров! Нехай себе шлепают до дома! Че мы стоим? До свидания! Целоваться не будем! Ось! Божди! Ну и шо будешь теперь делать? Спать! Тоже дело! А может, до меня пойдешь? Это вред! Это я так спросил! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Значит, вы думаете, надо ехать? Я думаю, обождать! Ну как обождать? Как обождать? Они же сказали, что они все будут реквизировать! Они уже приходили! И как? Как? Забрали все! Все, что смогли унести! Ну вы думаете, надо оставаться? И они долго не будут! Я думаю, что они будут! Но я думаю, что они будут не долго! Ну все, Гекмар, так мне хватит и не долго! Направляю не надо много времени! Пришли, забрали, убили, это надо долго! Значит, вы думаете, все же надо ехать? Так отстаньте! Я сам сломал голову! Ехать, не ехать! Я думаю, надо не ехать! Я думаю, надо посмотреть! Хотя смотреть на такое, никакого удовольствия! Господа! 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 Где острый? Договоритесь быстрее! Жди, жди, жди! Миша! Я извиняюсь за беспокойство, я на минутку! Тут… Что это? Это, ну так, знаете, немного покушать! Такое время сейчас, что лишним не будет! Циля! Опять вы? Папа, а что здесь происходит? Цилечка, это Миша! Миша привез продукты! Что? Что это? Это? Курочка! Хорошая курочка, жирная! А зачем вы это все принесли? Возьмите это все и уходите! Мадемуазель Циля! Цилечка, милая, я умоляю тебя… Папа, вы что не понимаете, что это все награбленное? Ты что ж такое-то, а? Циля, как тебе не стыдно? Мне стыдно? Это ему должно быть стыдно! Это вам должно быть стыдно! Люди в городе голодают, а вы грабите голодных! Я? Скажите, не так! А с чего вы это взяли-то? А откуда это все? Это… припасы! Припасы? Да! Вот возьмите эти припасы и идите! Знаете что, если вы хотите орать, то хоть заоритесь, ясно? Что? Что слышали? Если я принес вам покушать, то это не значит, что я взял это у голодных! А если вам оно не нужно, то можете хоть выкинуть! Или отдайте кому-нибудь! И жрите одну мамалыгу! Сколько хотите! Пошли! Ты не обязана выходить за него замуж! Могла бы хотя бы сказать спасибо! Папа! Передайте вашей истеричной дочке, что я не имею желания больше ее беспокоить! А если она волнуется за голодных, то пусть не волнуется! Голодных мы накормим! Миша, Мишенька, не берите к сердцу! Я вас умоляю! Спасибо вам огромное, Миша! Граждане революционной молдаванки! В то время, когда всем плевать на то, что трудовой народ не имеет пожрать! Миша, Японша, мне наплевать! Да! Поэтому, поэтому выпивайте и закусывайте! Дай Бог здоровья! Лихай! И не хавайте запасу лишнего! И имейте соль! А то у вас тут до черта колбасы всего два пуда и то ест! Да! Ты смотри, как они набросят, смотри! Латают, как чайки! Ну, что, дядь Сань? Да, что? Сала на столах немало, дядь Сань! Дядь Сань, ну, какое сало? Откуда оно будет сало? Ну, а что? Ну, что, что? Где евреи, а где сало? Ешь, давай компасовичек и сведнем! Лоб еще даю! Я-то не прошу! А, лыхай! Дай Бог, давай! О, герой! Дай Бог, кому кто заслужил перед Богом такого! И да! А то я не заслужил! Или мой мэйр не заслужил перед Богом! Не, ну, мадам, глупая, ну, чего я зачем? Чтобы мой мой сын служил дядю Бакилавке! Был достойным человеком! Но, когда все рады, что он бандит! Ну, так нахай будет уже бандитом! Мэр Геништин! Что Геништин? Мэр Геништин! Замолчи, злой рот! Не портю тебя праздник! Мэр Геништин! Мэр Геништин! Бирж! Ты что, совсем очумел, а? А что такое? Я тебе дам что такое поставить в бокал! Да посмотри! Она ж не гребкая! Бирж, дай ему взлог, а? Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 Ешь! Пальчик, да ты шо не слышишь? КОНЕЦ Почему они на земле? Шо, нельзя было бы постелить? Нехорошо так Миша, они на молдаванку идут На молдаванку идут Нехай идут на молдаванку АВант АВант Ст兵 ТРЕВОЖННОМ ТРЕВОЖЕТ Вообще ТОНЕЦ КОНЕЦ А ну, стой! Глянь, жуда хоронят! Степа, Степа, ща начнется. Сдей ты, не воргайся. Да я понимаю. Только я не понимаю, шо мы-то тут делаем. И где мы, и где жиды. Они не жиды. А кто? Наши. А вытрусим этого ображу из ящика! Какой волной, браты! Ну, шо, гниды, поздоровкаемся! А шо там, женщины? Да не дрее в гимназию я ж только причесать! Спасибо дорогому покойному! Яша, скажи Натану, чтоб отвез инвентарь до лейтера Ему сегодня двоих хоронить Миша! Миша, беда! Там до Аверманов идут! За мной! Быстро! Стоять! Миша! Миша, Аверман, где девочка? Там! Миша! Миша, Аверман, где девочка? Миша, Аверман! Миша! Миша, Миша... Не могу, не могу. Целинечка. 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 Господа офицеры. Господин генерал-губернатор Гришин Алмазов. Ваше высокопревосходительство, честь имею представиться начальник одесского гарнизона полковник Гриневич. Ваше высокопревосходительство, имею честь представиться начальник полиции полковник Геловани. Господа, прошу следовать за мной. Господа офицеры, докладывайте, господа. Господин генерал-губернатор, осмелюсь доложить, город полностью под контролем войск добровольческой армии. Последние очаги сопротивления подавлены. Благодарю вас. Мне это известно. Также мне известно, что в городе прошли погромы. Это недопустимо, господа. Ваше высокопревосходительство. Народ в праведном гневе. Войска, они в силах противостоять. Я повторяю, это недопустимо. И мне странно, что вы этого не понимаете, господин полковник. Виноват, но… Мы законная власть. Озлоблять население — это преступная глупость. Погромы пресекать. Вплоть до применения оружия. Слушаюсь. Вы свободны, господа. По аппарату. Черт знает что. Так, товарищ. Алексей Николаевич, сообщает адмирал Данцель. Эскадра союзников встала на одесском рейде. Хорошо. Вы думаете, это я живу в Одессе? А так и нет. Это она живет во мне. Это же не город. Это же апельсин. Сегодня утром я делал променад. Так я вам так скажу, это уже не Одесса. Это лучше, чем Одесса. Это уже Марсель. Это Париж. Это Монте-Карло. Йоперный диабр. На бульваре все только ходят, кушают и говорят только по-французски. Так я вам скажу, не просто так, я скажу, как вы знаете, с душой. Мерси вам, месье союзники. Либерте, эголите, крутерните. Что означает? Выбивайте и закусывайте от вольной масти. И делайте, девочки. Порт ворвался в порт, французский теплогог, В сиянии своих прожекторов. И свой покинут борт, Зашли гурбою в порт, Четырнадцать французских моряков. Идут сутулица по темным улицам, И клеши новые ласкают брызг. Они идут туда, Где можно без труда Найти себе женщин и вина. Где пиво пенится, Где пить не ленится, Где юбки узкие, Трещак пошла. Бойми без душей, Плесень, 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 Отчаянные чудаки. Здравствуйте. Всегда эти. Ну что, Ваня? Как там революция? Уже скоро или еще подождем? Это все ненадолго. Месяц. Может, нынче. А, да. Давай два пива. Новые ласкают брызг. У-у-у. Они идут туда, Где можно без труда Найти себе женщин и вина. В подполье. В подполье. Ты же знаешь, Нам не привыкать. Знакомьтесь. Товарищ Фельдин. Саша. Майорчик. Миша, Вы не просто так пришли. Разговоры есть. Ну? Вы не сможете. Вы знаете, как его достать. Ну и что? Вы можете помочь. Да с откуда вы? Миша. Товарищи, давайте лучше пиво. А то затеете свою революцию, а потом не знаю, будет пиво или как. Еще и гранаты. Ну вы даете. Миша, ну хватит дурака валять. Миша, давайте говорить серьезно. Вы же помогали нам брать власть в городе. Ну? И надо дальше быть вместе. Классово вы близки пролетариату. Сами из бедноты, так? Ну? Таки помогите нам скинуть власть помещиков и генералов. Ну хорошо. Сколько? Что? Ну сколько за оружие? Миш, а вам не стыдно наживаться на революцию? Софь полна. Не-не-не. Не стыдно. Я же не идейный. Я по коммерческой части. Сколько? Ну, честно говоря, я думал… Денег у нас немного. Правда, скоро должен приехать один человек наш и вот… Ну, честно. Он… Если нету в доме денег, привяжите к заду веник. Привяжите и метите. Наметете, приходите. Общий привет. Смотри, Изя. Какой нарядный. Смотри, Изя. Какой нарядный. Все таки умеют они фасон держать, а? Не то, что наши, хлопцы. Чистый генерал. Капитан. Да? А так и не скажешь. Капитан Девиль, начальник арсенала. А они же на карантинном арсенал устроили. Да ты шо? Два дня ящики тягали. Еще много натягали. Шнад с подвод, говорят. Хлопцы, говорят, ящики вроде с подвинтовок. А эти малоимущие у нас за оружие интересовались. А тут такое добро пропадает аж завидно. Костик, а ты ж у нас француз настоящий. Ура! 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 Ура, ура! Здоровья! Здорово! Здорово! О! Дио Константин! Знаю, 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 знаю Это мудроженький, что лап будет Он говорит, что пора в номера Номера На здоровье! На здоровье! На здоровье! Обычай, обычай! На здоровье! Браво! На здоровье! На здоровье! Wei Nav Субтитры создавал DimaTorzok Костик, а как будет любовь по-французски? ЖТМ, Раечка ЖТМ Черт знает что, господа Полковник Дюшан тут же доложил генерал-губернатору, и он в бешенстве Шестнадцать ящиков пехотных винтовок Лебеля, патроны Я чувствовал себя мальчишкой, господа Есть основания полагать, что все это оружие ушло в бандитское подполье Молчать! Гельбас Сашин Вот родник! Здравствуйте! Ой, Миша, вот родник, вот спаситель наш родненький Ну, ладно, ну, что вы ей-богу Ну, все Я извиняюсь, это здесь лазарет? Миша, и вы еще шутите А как вы? Проходите Циля Как вы? Больно? Ой, да ничего и не больно В этом мой сгуба, мне вообще голову разбили Софочка Ой, знаете, как больно? Больно? Да Миша, а вы того бандита убили? Что? Что вы такое говорите? Миша, Миша, я хотел поблагодарить вас Миша, это был такой ужас Мой Бог, когда бы не вы, Миша Месь Яверман, я вас умоляю, но забудьте за эту чепуху, как за страшный сон А как вы насчет прокатиться, а? А? Что? Куда прокатиться? На море Заодно голову вашу пошкрябанную ветерком продают Одна ж польза Да и погода такая, что просто шикарный вид Ну Ой, на море Циля На море Циля Лошадка, кушай цветочек Так она ж не голодная Она ж с утра так порубала, что ее теперь не скоро кушат Ой, лошадка, лошадочка, кушай цветочек Да все я понимаю, что вы говорите Вы думаете, взялся шалопаемыми любовью Я не считаю вас шалопаемым Катя Я ж бандит Только я вам так скажу, что по мне лучше так Чем в лавке с кислой мордой сидеть, чужие гроши пересчитывать Да и время сейчас такое Какое? Веселая И жизнь моя тоже Веселая Веселая А то Роман с приключениями Лошадка Лошадка, кушай цветочек, он же вкусный Вкусный Что ж вы его молочаем-то кормите? Он же горький, не дай бог Что? Что горький? Попробуйте сами Ой, правда горький? Софа А где Миша и Циля? Куда они делят? Папа, да шо вы волнуетесь? Они вон у моря прогуливаются Ой Какая умилительная картина Циля, Миша Папа Папа А вы Я вам так скажу Я не знаю, как оно там будет дальше, шо оно там будет как Ну, вот вы и знаете Вот вы меня вспомнили, как я тогда прибежал до вас А я не забывал никогда Как вы посмотрели на меня Как окошко открыли Эти десять лет проклятых каждый день за вас думал Каждую минуточку Клянусь Думал, вернусь, все в жизни переменю А потом приду до вас И вы на меня посмотрите Ну, немного не вышло А раз не вышло, то шо ж теперь Ладно Пойдемте, а то папаша ваш уже спекся Ну, шо ж вы делаете, вы ж ножки замочите Да ну и что? Ну, как шо, мне ж придется нести вас Придется? А вы что, не донесете? Я то донесу, да вы брыкаться будете Да? Не знаю Их другов дырка ин ха Ну, шо, можно уже нести? Конечно Только вы сначала догоните Что вы говорите? Моя мама Я так тебя люблю Что зла не помяну Что зла не помяну Я все перетерплю Прощу Твою вину Я так тебя люблю Что чувствую сама Что я схожу с ума С ума Но я люблю Велиходи в цифли С ума Тут другое дело У меня в кассе скопилась небольшая сумма И? Не сказать, что очень большая Но сумма приличная Так вы? Так я решил, что плохо, когда деньги валяются где попал Вообще-то правильно, потому что деньги не должны лежать впустую Они должны лежать правильно Ну, времена такие паршивые, что в Одессе для денег приличных мест совсем не осталось Так и шо вы предлагаете? В Константинополе есть пара-тройка мест, куда можно покласть деньги под довольно приличный процент Был бы очень вам благодарен Но это может сделать только один человек Кто? Мой племянник Костик Другой Ну, Бог не дал мне сына Зато дал сыновей моим сестрам Дотик Дотик В городе его никто не знает Он как неделю приехал с Киева Угу Я клянусь, это будет Ротшильд Ну и что, может он? Ну, я скажу, что он может Только ему тоже надо помочь Сто тысяч Вы не обижайтесь Но я хочу, чтоб он уехал с этой страны Но если вы дадите ему сто тысяч И поможете пропасть из Одессы Мы сделаем все, что вы просите Ну, мы ему поможем ПОДПИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА – Доставили. – Молодцы. Здесь как договорились? Это очень хорошо. Отходим. Через пять дней будем в Стамбуле. Ну? Прощай на весьма. – Маме, напиши. – Устроишься, сам напишем. Маме, напиши. Устроишься, сам напишем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – ГОВОРИТ ПО-ИТАЛЬЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА – Господа, хочу сообщить, что главнокомандующим на меня возложена обязанность навести в городе порядок. Я наслышан о бандах, терроризирующих город? Или настолько серьезно? А с Мерис доложить, ваше высокопревосходительство – это более чем серьезно. Это мне говорит начальник полиции? Так точно. Могу со всей ответственностью заявить, в Одессе более двадцати тысяч уголовного элемента. Бандитов, хорошо организованных, подчиняющихся своим главарям, осилить их силами полиции не представляется возможным. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что предлагаете? Я что предлагаю? Да вы! Виноват. Нужна войсковая операция. Невозможно. – Вы в курсе положения на фронте? – Так точно. Порядок будете наводить сами. Быстро и жестко. – Да. Вопросы? – Есть. Что? Быстро и жестко. Вы свободны, господа. У аппарата. Штаб с капитаном Студзинской слушает. Да. – Есть. – Черт знает что. – Мойша. – Мойша. – Мойша. – Мойша. – Мойша. – Ой, дети. Ой, Мойша. – Что ж мне такое горе от старости? – Да, маму ей плохо. – Ой, такой стыд от людей. Мойша. Пришли, как мы не знаем кто, и устроили этот гарвидер. Папу увозить, ой, Миша. А папа ж не схотел. Ты ж знаешь за его характер. Так он того морда, тому в зубы. Они ему руки заломали. И по голове кулаками. Ой, Мэри, по голове кулаками. Ой, мама. Галя, а где ты ехать? Да, Веньша не пришел, я носавки ночевал. Не побили? Да эти же поганцы все повинесли. И шубку, что ты дал. И другую, ту шикарную сиеки. И вазончик. Ну, на шо им этот вазончик? Да не переживайте вы так. Как же жить? Вазончик же красив. Ой, Миша, сделай за него. Не думайте, мама. Ни за меня, ни за папашку. Да. Недолго ему в участок. О, увидели. Здрасьте, тетя Добова. Ну, шо мне твое здрасьте? Как люди теряют совесть, так здрасьте. Твоя работа? Это гелование. До меня даже не донесли. Видно, побоялись. Мэри, а ты хватит хлебать, лопни. Ха-ха-ха-ха. Папа! 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 Почему это нам нельзя видеться? С какой это стати? Силечка, мне… Ну, я же тебе говорю, это ненадолго. Тебе смешно? Да не, ну, какое смешно? Просто так надо. Почему? Ты можешь объяснить, почему? Почему? А люди что подумают? Был жених и пропал? Циля, да наплюй, да разотри. Не разговаривай, как босяк. Ты обещал. Я думала, мы поженимся и уедем. Циль. Циля. Обязательно поженимся. Я тут… Вот. Какой красивый, Миша. У нас… Ну, помолвка или как там? Спасибо. Мы с тобой поженимся и уедем за границу. Навсегда. У папы есть деньги, он даст. Циля, ну куда? Да. Неважно. Во Франции. Миша. Извините, Миша, мне кажется, это до вас. Цилечка. Господа. Мне пардон за беспокойство, мадемуазель. Что вы себе позволяете? Это мой жених. Жених? Да. В таком случае, примите мои соболезнования. Отошли от двери. В розовых чулочках, талия в корсете. Отойди от двери. В розовых чулочках, талия в корсете. В розовых чулочках. Шикарный вид. И опять дома. Талия в корсете. А где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а мими кусаешь. Макота, гляди, какой наглядный фраер. А что у вас душок такой? Наваристый. Аж глаза режет. Греетесь, да? К тому же веселый. Шуткуешь? Кот, а ну, сомиси его пиджак. Сдается он мне в порну. А ты самая клевта. Шутишь? Кот, он не самая. А ты его потлюси. Мойша. Папаша. Папаша, да вы шикарно устроились. Ты не гавкай, то самого японца старик. Да я знаю. Иди. Иди сюда. Я тебе сейчас лупцевать буду. Папаша, ну шо ж лупцевать? Вот как мне лупцевали. Папаша. Паскудный киши. Гнида. Нарожал на свою голову бандюга. Что ж вы сразу драться-то, а? Так кто ваш папа? Убежал отсюда. Убежал, я сказал. Да вы седайте. А мы ведь как прознали, что то ваш папаша, так мы до него со всем уважением. А вот кроватку вам приготовили. Хорошую. Покушать, сообрази-ка на стол. Покушать. Седайте, седайте. Ух, ну какой старик, а? То ведь не старик, а одно счастье. Вот. Чаечек горяченький. Пожалуйста, покушать. А шо мы встали? Ну-ка убежали, убежали все. Ну, давай, 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 чтобы меня не видел. Да. Ах, какой старик, а? И шо я вас такой влюбленный? Уйди. Я еще раз извиняюсь. Угощайтесь, пожалуйста. А во льда? А вот так. А другого? А вот так. А вот так. А мы шестим номером. Ну-ка, мой. Да ну тебе с тобой играть. Ты шо? Мой, ты шо таки? Доброго здоровья, пан Мендель. Мы до вас. От японца. До полковника ходили? Ходили. Пан Мендель, а он не берет. Надо столько дать, чтоб взял. Ну, мы давали, а он все равно не берет. Свидайте. Прошу прощения. Дам передание. Господин полковник, мы счастливы поздравить вас с японцем. Наконец-то в Одессе настоящая власть. Не то, что стыдно вспомнили. Благодарю вас, господа. А ваше благородие, скажите, его случайно не выпустят? Не беспокойтесь, господа. С ним поступят по закону военного времени. Стреляй. Молодец. Прошу вас, среди нас дама. Николай Никифорович, генерал-губернатор. Срочно. Простите, Ольга Николаевна. Служба. Извините, господа. Пардон. Я скоро вернусь. Аман-шери. Извините, господа. Честь имею. Пардон. 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 Еще одного принимайте. Место дай. Шо ты сказал? Я Котовский. Слыхал? Григорий Иванович, какая встреча? А, японец. Да. И ты здесь. В дурни играете? Сдавай. На меня не сдавай. Не буду. Шестой раз в дурнях. Ай, да. Будет. Тануть. Когда полковник не берет, нужно зайти с другой масти. Пардон. Дякую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok